Ураган Павел, представитель национальной культуры и автономии города Москвы Фарит Фарисов и директор Татарского культурного центра города Москвы Анвар Омар Чусаинова. Рахамиде господа, мне удостоверствует Саххнагед. Ураган Павел, директор Татарского культурного центра города Москвы, АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Амин. Это я. Я поздравил наилю ханун с юбилеем всех наших старших поколений за то, что они не были виноваты. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 ВОТОРОМ ГОСУДАРСТВО, ОБРАЗОЮЩЕМ ЯЗЫКЕ РОССИИ. БОЛЬШОЕ ВАМ СПАСИБО. Это я повторил все, что хотел сказать муфти-шеф Равиль Гайнудин. А на бумажке мне это написал Уржан Хазрат. АПЛОДИСМЕНТЫ Средник Совета Автономии, Культурно-национальной автономии ТАТАР города Москвы. Также здесь присутствует наш Ильдар. Тоже Калиуллин. Это тоже член Культурно-национальной автономии ТАТАР города Москвы. Вы активный наш. Самый активный член это Наиля Ханун. И то, что происходит здесь сейчас на сцене, это только начало. Потому что мы будем проводить еще ряд мероприятий под честными нашей не суперстар, а звезды, величины. Которой ярче может быть только Солнце, а лучше может быть только Рай. АПЛОДИСМЕНТЫ Я, в общем-то, когда поехал сюда, думал, какое же можно, в общем-то, слово подходит вам, чтобы выразить в одном емком слове все, что, в общем-то, выражает ваши чувства, вашу красоту. Но в словаре далее не было такого слова. И я вам потом его скажу. Вы нашли его. И потом скажу. Всем остальным вы потом захотите передадите. Большое спасибо. Я хотел передать слово человеку, который знает Наиля Ханун и рассказывал, как она делала свои первые шаги. Человек, который стоял у истоков культурно-национальной автономии. Который является лицом татарской общины города Москвы. Является москвичом. Является, также входит в совет Мелюшуры культурно-национальной автономии, ой, национальной автономии в России. Это я хочу поприимать, чтобы вы попредельствовали нашего Кусаина Анвара Кумаровича. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо за такое представление. Наиля Фатехова это одна из нас. Это наш друг. Без Берга мы вместе. Сегодня у Наиля Фатеховой праздник. А значит и у всех нас праздник. И давайте пожелаем в этот праздничный день Наиле и всем нам дальнейших творческих успехов. И большого человеческого счастья. На этом, наверное, я и закончу. Но было сказано, что мы стояли действительно довольно знакомы. И ничего не берется из ничего и не исчезает бесследно. Это я к тому, что некоторое время назад. Вы знаете, что у татар есть такое сарафанное радио. Если кто-то утром что-то скажет о том, что какое-то мероприятие проходит. Или что-то в татарской общине Москвы случилось, к вечеру это знает практически вся Москва. Так вот, некоторое время назад, не будем скрывать более 30 лет тому назад, прошла такая информация, что на квартире одного из общественников на метро «Ботанический сад» две молодые певицы Наиля Фатехова и Роза Хабибулина представят себя московской татарской молодежи. И это было действительно так. И думали ли мы тогда, что спустя 30 небольших лет эти две замечательные девушки, а теперь уже молодые женщины, станут перед нами как заслуженные артисты РФ, заслуженные артисты Республики Татарстан. И всеми нами глубоко уважаемые и любимые люди. Еще раз спасибо в самого доброго цвета. И официальная такая вот грамота от региональной татарской национальной культурной автономии. Почетной грамотой награждается Фатеховна или Асгатевна за выдающийся творческий вклад в дело сохранения и развития татарской национальной музыкальной культуры и в связи с юбилеем. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ А на сцену приглашается... Хотел еще подарок. Это маленький знак внимания. И хотел бы всем... Это не все, но еще какие-то подарки делать. Фредак, ну вы уж извините, я вот с трудом произношу ваше имя, оно такое тяжелое. Вы такие звезды. Я хотел бы организатору попросить в следующий раз раздавать солнцезащитные очки, чтобы не остреблять от вашей красоты. АПЛОДИСМЕНТЫ Ну и как вам, большое спасибо, что вы есть. И я хотел бы всем сказать, что вы не забывайте, что один из самых больших городов, где проживают татары, это Москва. Мы москвичи, татары москвичи с большим количеством. И у нас нет подразделений казанские, нижегородские, астраханские, сибирские. У нас татары все едины, неразделимы и поэтому непобедимы. Это как раз демонстрирует красота наших двух девушек, наших пяти девушек, которые присутствуют здесь на сцене. Большое спасибо, что вы есть.